слава иисусу христу здравствуйте у вас такая дома книга есть есть вы можете показать нету я сейчас на работе на строите что не делаете что-то с ремонт ну мы сюда людям пришли рассказать о боге об иисусе христе о том что можно жить свято начать что бог спасает берет наши грехи на себя если мы в него веруем обратимся и покаемся в своих грехах вы верующий человек он крест лишь нашел это хорошо значит уже легче сейчас только разговаривал человеком вообще просто обматерил меня до невозможности тоже я ему говорю показываю библию материт кричит на меня и прочее прочее ну думаю прости его господи не ведает чё хуже не бывает что там что-то не поймешь вообще ничего пьет курит одновременно матерится и вообще ни одно слово не говорит по русским языку все только мат один тоже горит строитель человек взрослый да вот уже лет 50 видно по виду без мата не может обойтись ну и что такое рабами в рабы сигареты становятся рабы греха а написано делающий грех есть раб греха но пока если сын не освободит если сын освободит то свободны будете а сын это иисус христос поэтому знаете что если вы обратитесь к иисусу христу он спаситель он избавляет от всех грехов он может любой вопрос то есть он дает душе свободу свобода совести что человек спасет на прошлых выходных я был в церкви исповедовался все это дело исповедовались даже ну слава богу слава богу что тут встречаешь людей которые ходят в храм славят бога редко такое увидишь я то православный христианин сюда зашли людям сказать вот об этом потому что тут люди всяким блудом занимаются чтобы им напомнить то что они за это отвечать будут перед богом что за каждое праздное слово дадим ответ на в страшном суде так вот здесь вот в этой вот рулетки тут такие есть что вот я и говорю я я ради них сюда и зашел чтобы им о боге это рассказать ну ладно как как вас зовут игорь да благословит вас господь пойду дальше тогда если у вас если у вас какие то вопросы есть можете заходить на наш канал у нас большой канал в ю тубе так называет называется во свете библии во свете библии до 44 миллиона просмотров у нас мы я сказали а вот там вы увидите как строится православная деревня православная община как живет люди православные как живут очень богатый канал самый большой на в мире 17 тысяч роликов все снимаем как живут зайду посмотрю потом посмотрите во свете библии запомните там такой бородатый дедушка с книжками с красными нарисован ну это фотография давайте с богом с богом слава иисусу христу не материтесь пожалуйста только не материтесь потому что тут прям как зайду так сразу мат блудят курят пьют голые валяются ну вы дети а сюда зашли к маньякам тут маньяки натуральные маньяки вот мы сюда пришли людям рассказать о боге вот по этой книге по библии о том что он что он ради нас сделал он умер за наши грехи вы знаете кто такой иисус христос ну вот допустим сегодня 2019 год от какого числа это идет от какого дня от чего да от чего от рождества и христа от рождества то есть когда он родился и отсчет пошел то есть весь мир так живет а вот послезавтра будет воскресенье воскресенье кого будет седьмой день суббота седьмой день всегда субботой был седьмой день а сейчас воскресенье а почему воскресенье то кто воскрес верно все молодцы правильно иисус христос видите как весь мир это признает а вы знаете почему вот у вас крестик есть вот крестик крест ну вот без креста не надо ходить надо поверить господь потому что его его распяли на кресте он взял наши грехи на себя и умер за наши грехи и поэтому вы крест его и носим и напоминание о том что он его напоминание о его любви к нам и в третий день он воскресли бы на самом деле он бы был бы то ни один бы человек не страдал бы на этой земле не болел бы заболеваниями это мраком и все такое не испытывал боли и много-много чего и не деградировал так ну вот можно сказать подумав и посудить всех людей которые сейчас живут на этой земле можно сказать просто уже как в прошлом веке я не знаю вот как неандертальцы то получается его нет а вы знаете что он сказал что все так и должно быть он и он это предупредил заранее что будет ухудшение ухудшение и будет до того дойдет что вообще уже уже не останется практически никого и тогда будет суд вы правильно сказали что нет справедливости вы рассказали я знаю я знаю я знаю про суд который там про демона что-то дьявола который будет пещеру куда-то в озеро огненные 666 на руки там что-то вставить это в библии так было написано вот вы молодцы вы так обрывками что-то знаете но смотрите вот вы правильно сказали что справедливости нет в мире правильно вы сказали же нет справедливости но кто-то раком болеет ребенок умирает маньяк убивает какая справедливость а вот иван златоуз говорит если мы знаем что бог справедлив но справедливости нет на этом свете это о чем говорит это говорит о том что справедливость будет там на страшном суде то есть сейчас дано нам время действовать вот допустим вы сейчас если захотите вы можете любой зло совершить и вас бог не остановит и поэтому он и других не останавливает но потом вы будете за это отвечать бог дает по своей любви дает человеку свободу чтобы он мог действовать его избрать либо зло либо добро поэтому спасутся и потом после этого получит жизнь вечную если человек делал добро и примет иисуса христа как своего личного спасителя начнет жизнь свята то для него уготована в раю место а если он будет жить как все не верить в иисуса христа то тогда он погибнет потому что написано верующий в сына имеет жизнь вечную они верующий в сына не увидят жизни но гнев божий пребывает на нем евангелет иоанна 3 36 вы верно сказали что несправедливо что если бы вы говорите но на бога это никак не влияет моя подруга она она тоже такая же верующая на каждый вечер молится тоже мне рассказывала об этом а вот этого вот это подруга ваша стали они это другая ну вот ваша подруга вы может ее молитвами только и здравом не пребываете то потому что люди в грехах больших очень находятся если они бы не будут знать слово божие слава иисусу христу слава иисусу христу слава иисусу христу слава иисусу христу Слава Иисусу Христу! Здравствуйте. Здравствуйте. У вас такая дома книга есть? Вы знакомы с ней? Нет. Никогда не читали Святую Библию? Нет. Ну, это плохо так, тяжело. Если это руководство их жизнью, как Бог оставил нам, чтобы мы могли душу свою спасти, жить, как нам жить. Если ее не читать, то будете не знать закон Божий. А если будете не знать, то будете нарушать. А если вы будете нарушать, то погибаете. В грехах будете просто погибать и никуда не денетесь от этого. Все погибают в грехах. А Господь освобождает Иисус Христос, если к Нему обратиться. Потому что Он умер за наши грехи, заплатил за грех. Хорошо. Но вы веруете в Бога-то? Ну, нет, я вижу. Слава Иисусу Христу! Куда спрятались-то? Зачем? Мы пришли рассказать о Боге, об Иисусе Христе, о том, что Он умер за наши грехи. Пришли с великой радостной вестью к вам. Написано, нездоровые имеют нужду во враче, но больные. И мы, как врачи, сюда спустились, людям, рассказать о Боге. Если у вас какие-то по спасению души своей есть вопросы, вы можете задать и получить ответ. Или я вам смогу на наши ресурсы пригласить. В Ютубе 43 миллиона просмотров у нас. Слава Иисусу Христу! У вас такая дома книга есть? Нет, у нас такие нет. У вас другая книга есть? Священная. Спасибо. 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 Продолжение следует...